Мы сейчас собираем миллион рублей, если нас не вывесят, не выставят, то мы тогда сделаем СОС и тогда попросим там 3 миллиона рублей. Поэтому сейчас мы просто в таком нормальном режиме говорим о том, что... То есть вы решили все-таки сделать этот колл-фандинг, несмотря на то отказание... То есть я имею в виду, говорит ли мне в русле того, что странным кажется вот это положение дел, что Министерство культуры не поддерживает фестиваль, которому уже сколько лет? Фестивалю 7 лет, но ситуация такая. Министерство культуры впервые нам в прошлом году дало очень много денег. Это было 5 миллионов рублей. При бюджете фестиваля 8 миллионов рублей. Поэтому мы все равно в дефиците. А есть фестивали, которые вообще не проводятся, которые получают... Но это не твой вопрос тебе об этом рассказывать. Ну просто я тебе говорю, что есть фестивали там по 20 миллионов рублей, которые вообще... А, выдают их большую сумму, что... Ну а их нет, номинально они существуют. А по сути их нет. И важность его. Ну давай попробуем. Сколько дублей у нас будет? Да сколько угодно. Я вот камеру включил, а потом порежу просто. А, просто порежешь. Ну, что называется, если с места в карьер. Я знаю этот фестиваль уже давно. Несколько раз бывал там на показах картин. Это все было в художественном. Нынче я так понимаю, что это будет где-то на другой площадке. Ввиду того, что театр художественный на реконструкции. Один раз мне даже довелось быть, по-моему, даже чуть ли не председателем жюри, да? Да, с Светланой Сорокиной и с Маратом Гельманом мы заседали. И то есть мне досталась, что называется, вся эта неделя просмотров фильмов. Я помню эту инъекцию такой правды, которая несет за собой документальное кино. Я знаю, что Виталий Манский недолюбливает постановочное художественное кино именно в силу вот этого зазора, этой разницы. Есть подлинная правда происходящего там с людьми, заснятая на пленку. А есть реконструирование некой идеи реальности, либо воображаемой реальности, воображаемой в мире автора. Вот, и созданная из, что называется, актерских слез, слез и эмоций. Ну, я не знаю, смогу ли я добавить что-то еще к тому, насколько важно документальное кино. Я думаю, каждый сам сознает, что это такое документальное кино, особенно там для сегодняшнего дня, когда можно кино делать буквально с колес, все технологии позволяют это делать. Но я помню эту неделю на Art Dog Fest, когда получил очень мощную инъекцию правды. И помню, даже вышел выйдя на сцену, что-то такое предложил аудитории выбросить телевизор. Надо было тогда послушать этот добрый совет и выбросить его к чертовой матери, потому что промыл мозги. И он, конечно, аудитории очень серьезно, особенно последние полгода, даже год. Документальное кино важно. Да, ну и вот, пользуясь этим случаем, случаем обратиться к вам, конечно, приглашаю, предлагаю прийти и посетить фестиваль. Предлагаю всем обратить на этот фестиваль внимание, тем более, что этого внимания, он не удостоивается со стороны властей. Вообще говоря, вот так я скажу, ты знаешь, меня удивляет, точнее даже не удивляет, а даже отчасти как-то, нет, нет, не вдохновляет. Вот эта вот, вот эта новая форма взаимодействия между людьми, которые занимаются искусством, творчеством, и людьми, которые это потребляют, не очень люблю это слово, потому что оно отдает продуктам, но тем не менее, так или иначе потребляют. Ходят в кинозалы, ищут возможность приобрести билет и посмотреть. Вот эта форма взаимоотношений, которая называется краудфандинг, о котором мы сейчас говорим, на самом деле, возможно, это последний оплот, как бы последняя ниточка, которая соединяет непосредственно, смотрящего непосредственно напрямую с тем, кто делает свое кино. Но это меня не так вдохновляет, потому что это печальная сторона реальности, печальная сторона того, что с нами происходит. Очень странно, я везде во всех своих интервью подчеркиваю, что долг и обязанность государства поддерживать всех, кто в состоянии доказать свою основательность, свою, как бы сказать, состоятельность творческую, и произвести какое-то взаимодействие с реальностью. То есть, либо создать документальный фильм, или игровой фильм. То есть, по сути, государство не должно разбираться в деталях. Оно не должно входить в эти взаимоотношения, потому что есть реальность, есть отражающая эту реальность зеркала. Это зеркало необходимо содержать в целости, в состоянии возможности отражать. Более того, это просто необходимо, это делает честь стране, это создает условия для осмысления происходящего вокруг, и в том числе дает возможность посылу обратного сигнала. Власть видит, как устроен мир. Не благодаря розовым этим, как это называется, пропагандистским очковтирательству этому, да, а благодаря прямому сигналу, отражению того, что действительно происходит. Арт-Докфест прямое подтверждение вот этой мысли, потому что все, что пока я видел, было представлено на Арт-Докфесте, это честные, прямые, откровенные разговоры, диалог, предложения диалога с аудиторией. Вот, собственно, я не знаю, что тут еще добавить. Это должно быть, вообще говоря, в интересах Министерства культуры и власти, подобные мероприятия, подобные... Но сегодня это напрямую зависит от людей, которые смогут поддержать... Да, это вообще говорят, это абстрактные разговоры, власть, там, Министерство культуры, но есть действительно люди, которые на прямой ответ ответственны именно сегодня за состояние этих... за состояние дела. Ну, сейчас я уже как-то публицистичный такой... Нет, нет, просто я думал такую фразу, что сегодня вы можете помочь этому фестивалю. Сегодня просто вы можете помочь этому фестивалю. Вот люди, которые смотрят на планете, чтобы они понимали, что в отсутствии, как бы, вот всего этого вы можете... Блядь, я вот, видишь, не умею подбирать эти слова, это все для меня такая фельдкиная грамота. Я не люблю плакатный стиль, понимаешь? Ну, то есть он на меня претит просто. Ты же сам документалист. Да, это правда. Ты знаешь, я сам думал, что сказать, потому что мне настолько очевидно, что сказать, а когда я говорю, получается какая-то... Вот-вот-вот какая-то... Зовем вас, призываем, придите и положите, значит, нам в кассу. Сейчас, дай подумаю, что сказать. Ты знаешь, вот, похоже, действительно, я говорил об этих временах, которые породили такие явления, как краудфандинг. На самом деле, это печальный знак, что приходят такие времена, когда мы сами-самих себя, что называется, поддерживаем. В то время, как должны заниматься этим совершенно другие. Для чего мы их избирали? Ну, хорошо, не мы, а посредованно мы. Для чего они представляют нас? Нас, как целую страну. Являясь, как бы сказать, олицетворением мудрого, как бы сказать, с мыслями о перспективе, с мыслями о будущих поколениях, о мысли, которая живет и должна, как бы, плодоносить и помогать человеку разбираться в самом себе и во всем том, что происходит. Мы же тут, получается, как бы закрыли эту тему, мы для самих себя сказали, ладно, они нам не помогают, поможем друг другу сами. И вот выходим на эту площадку краудфандинг. Ребята, поддержите нас. Ну, сколько они могут поддерживать? Год, два, три, десять, пять? Сколько? Пока не кончится. Это андеграунд какой-то, это какой-то, знаешь, такой, уже, получается, странная мизансцена, очень странная. Люди, которые населяют эту страну, нуждаются в таких, как бы сказать, ну, в таких фактах, артефактах. Люди нуждаются, люди нуждаются в том, чтобы услышать голос происходящего, да. Есть люди, которые готовы им предоставить эту возможность увидеть самих себя, да. А есть кто-то, третье лицо, которое... Это вот то, что касается ненормативной лексики. Я вот придумал такой образ. Вот кинотеатр. В кинотеатре сто человек. Собрались в зале и смотрят фильм. Есть автор, который этот фильм сделал. Он представляет картину. Сидят сто человек, заплативших за билет, знающих, что ненормативная лексика. Осторожно, ненорматив. От 18 и дальше, да, и выше. Вот они пришли, купили билет. Выходит режиссер на сцену и начинает представлять свою картину. Я сделал этот фильм, да, и так далее. И вдруг в зал входит третье лицо, представитель Министерства культуры, или там, я не знаю, ну, то есть, в общем, человек, который от власти, депутат, пусть будет так. И говорит, значит, так, чего вы здесь собрались? Расходимся. Это не нормативно. Это запрещено к показу. У нас есть согласованность. Свидетельством тому билет куплен. Это договор. Договор между автором и мной, зрителем, который хочет это увидеть именно таким, в авторской версии. И вдруг третье лицо входит и разрушает этот союз. Ну, какое он имеет на это право? Ну, какое? Что это за меры такие? Краудфендинг отчасти примерно той же природы взаимоотношений. То есть, я отказываюсь от этого третьего лица, я выхожу напрямую на площадь и предлагаю людям проголосовать за свое начинание рублем. Ну, дикие времена. Это же дичь какая-то, настоящая. Но это ненормально. Я не знаю, как там работает краудфандинг в Европах или в Америках. Я уверен, что там фонды вообще сильно работают. Они сильно задействованы. Благотворительность, меценатство. Нет, вообще гражданского общества. Может быть, этот краудфандинг является неким зачаточным состоянием формирования гражданского общества. Может быть. Потому что общество выбирает то, что оно хочет видеть в своей среде. Да. Без посредников. Ну, вот посредник пришел и сказал, запрещено. А посредник пока посредник в виде государства пришел и сказал, мы не будем поддерживать, мы не дадим фестивалю Тумору, мы не дадим фестивалю Ордокфест, мы не дадим этому фильму право на жизнь, мы не дадим этой акции, мы не издадим эту книгу, мы не разрешим этому художнику существовать, мы не поможем этим животным выжить, мы не дадим этим старикам достойно умереть. Мы не дадим, мы не дадим, мы не дадим. И тогда общество встает и говорит, тогда мы это сделаем сами. И может быть, это общество, которое проявит свой голос по отношению к весьма, на первый раз гуманитарным проектом, потом сможет выразить этот голос на более серьезном уровне и в конечном счете сможет изменить ту страну, которую мы с тобой называем Родиной. Мы пытались ее менять. Но мы еще с тобой достаточно молоды и достаточно сильны для того, чтобы эту попытку довести до чего-то. Вот я лично не собираюсь сдаваться, извини. Вот так вот тебе скажу. Блин, ну давай вернемся к нашим. Ох, не знаю. Загнобили же страшным образом. Где эти белоленточники, где эти марши миллионов, куда их подевали-то? Всех рассовали, кого куда, одного в тюрьму, другого под домашний арест, видишь. И как бы так все это схлопнулось невероятно. И все равно вся эта краудфандинговая основа. Это же тоже какие-то имиореки там, то есть инкогнито люди же пересылают деньги. Не в курсе. Я не знаю. Это первый мой опыт. Ну да. Надеюсь, может быть последний. Ну не знаю. Я не знаю. Я к этому отношусь. Да я тоже. Я отношусь к этому очень таким образом. Понимаешь, ну невозможен же ресурс. Ну невозможно же за билет платить, за всякий билет того, за всякий билет на мероприятие, который заслуживает твоего внимания. Невозможно же все время платить по 5, по 10 тысяч. Понимаешь, но когда-то кошелек кончится этого человека. Похоже, этот человек из того, если он готов на тот лот, который стоит и 50, значит он на самом деле, ему даже не лот нужен. Ему нужно просто утверждение и вот этого как бы некоего союза. Что мы есть, мы существуем. Но невозможно же, он же не бездомный этот кошелек. Это государство обязанность. Это обязанность государства сделать климат в стране таким, чтобы все было возможно. Так что мы меняем государство или сейчас все-таки попросим, чтобы помогли Артдекфесту? Ну для начала давайте надо помочь Артдекфесту. Я считаю, что нужно помочь Артдекфесту. Эта площадка сильная, да пожалуй я даже аналогов не знаю, есть ли что-то подобное. Нет в России площадки, где можно было бы увидеть там сколько, 40, 50, 100 номинований фильмов. Я не знаю сколько у вас там документальных проектов. В конкурсе порядка 20 фильмов, да? Ну где еще это можно увидеть? Я знаю, что есть какой-то телеканал, который потом победителей крутит у себя, да? Он у вас в союзе. Да, 24 ДОК. 24 ДОК. Вот. Да, просто приходите на фестиваль. Приходите, приходите на фестиваль. Помогите фестивалю хотя бы собственной явкой, что называется. Вот так. Мы будем надеяться, что фестиваль этого года, я даже не сомневаюсь, что он как-то пройдет, что он пройдет, что он состоится. Вот. А вот что думать дальше, на будущее, в следующий год, через год. Не знаю. Продолжение следует...